Здравствуйте! Хочу рассказать вам, как я восстанавливаю индикаторы тлеющего разряда с отравленными катодами. Вот у меня сейчас лежит на столе индикатор, у которого неисправен катод. Вот видно, что цифра 2 полностью не светится. Для восстановления таких индикаторов я использую вот такую схему. Здесь на вход я подаю 220 вольт, тут стоит диодный мост для выправления, фильтрующая емкость 10 мкФ 400 вольт, переключатель тока, а здесь резисторы стоят, которые ограничивают ток 1 на 30 кОм и 1 на 150 кОм. Здесь ток составляет 5,4 мА, я померил мультиметром, а здесь ток составляет 1,4 мА. Этот, соответственно, вывод идет на анод индикатора, а это на катод. Принцип восстановления индикаторов основан на том, что индикатор тлеющего разряда подается ток выше номинального. В данном случае для этого индикатора максимальный ток составляет 2,5 мА, а я буду подавать 5,4 мА. Сборки устройством я сильно заморачиваться не стал и собрал его, можно сказать, на рассыпухе. Диодный мост, тут емкость находится, тумблер переключающий ток, а здесь находятся резисторы. Само устройство для безопасности подключено к разделяющему трансформатору. В принципе, можно подключать, конечно, их 220 вольт, но я бы не рекомендовал так делать в целях электробезопасности. Вот, сейчас я на индикатор подам ток выше номинала. Теперь ждем некоторое время до восстановления катода, пока катод не восстановит свои свойства. Вот прошло некоторое время. Почему нет определенного промежутка времени? Потому что для каждого индикатора время восстановления определяется визуально, восстановился катод или нет. Как видно, что катод полностью восстановился. Сейчас я делаю рабочий ток. Вот. Вот так он, можно сказать, что катод восстановился. С этой стороны у меня, кстати, сделан крокодил. Я могу легко переключать, выбирать катоды, которые мне сейчас требуются. Вот, кстати, девятка, которой тоже требуется восстановление. Семерка тоже. Есть пятно. Так что, таким способом, можно восстановить индикатор тлеющего разряда с отравленными катодами. Тем более, сейчас эти индикаторы становятся дефицитными. Ну, вот и все. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезна. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...